Если вы бизнесмен, вы вкладываете деньги в продукцию, в обороты, а как же? Ну посмотрите на это, как бизнесмены. Вам нужно 20 баллов или 60 баллов. Значит, это инвестиции. Разве у вас в бизнесе есть такие малые? Они говорят, нет. Вы же, теперь для вас важно, какая помада или вам должны инвестиции. Это первое. Второй вопрос я задаю. Кто из вас пробовал хотя бы одну? Значит, 4. 4 человек подняли руки. Кому-то продали. Все остальные это себе и близкие. И тогда задают третий вопрос. Кто из вас подписал больше 5 человек? Там еще 2 или 3 человека всего подняли. Теперь вопрос к вам. Объясните мне, пожалуйста. Вот с нуля, мы уехали, был один директорский объем. А до него не было ничего. Мы приехали в апрель. Вот, уехали 15-го года. Апрель, 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 марта. Ну, месяц. Кто объяснит? Откуда взялся? Объяснилось 145 тысяч баллов. Ну, балл, не ехал. Тишина. Я говорю, вот теперь, слава богу, что нет этой продукции. Если бы она не дай бог была, мы бы занимались продажами, мы бы сейчас уже не сидели, а убежали и ее продажали. Слушай, у тебя микрофон фонит. Да? Дальше держу. Меня учился. Учил, надо дальше. Так вот, смотрите, что произошло. Вот они начали перестать сюда. Я говорю, вот вы сидите в этом зале, а вы все бизнесменны. Вот сейчас ваша задача. Не в этом заключается. Сейчас задача вам надо сделать, свой объем успеть, чтобы месяц выполнить. Сделать инвестиции в свой бизнес. Они сделали, не имея продукции, мы договорились, они на 70 тысяч баллов за один день. Вот это вот, 60 тысяч баллов. Одним словом, 45 директоров на второй месяц. Потому что люди ничего не понимали в сетевом маркетинге, и они, слава богу, ничего этого не знали, и делали то, что мы им конкретно говорили. Вот мы говорили, приводишь 5 человек, каждый делает столько-то баллов, этот тебя дуплицирует, и так до четвертой глубины. А этот нервничает. Сейчас, сейчас. Зеленый. Вот, и так до четвертой глубины. И таким образом геометрическая прогрессия работает. Понимаете, здесь математика. И вот, опять же, вернемся с вами вот к тому моменту, как же звать людей, да? Вот, смотрите, абсолютно индивидуально каждому человеку. Вот, как я, например, говорю своему, вот, пригласила, я нашла зеленого. Я всегда так говорю. Я же вам... Подожди, имеет. Зеленый — это лидер. Что он, 5 минут у нас? Как 5 минут? Свет, ты что? У нас до 2-4. Уже 3 минуты, все. Ты что сказала у нас? Вот так вот. Здрасте, ты время у нас сколько? Я не поняла. У нас же почти. Вот, это и все. А, это будет? Да. Тогда все, давайте, тогда, свет логики не будет. Я не поняла, почему. Ты же сказала до 2-х, нет? Так, быстро. Ну, ладно, ну, ладно, тогда все. Давайте тогда конкретно слушаем. 3 шага. Давайте я расскажу про 3 шага простых. Значит, первый шаг. Первый, мы уже ничего не успели. Первый шаг — это каждому мы говорим. Вот сделать, надо научиться делать 100 баллов. Надо научиться делать 100 баллов. Понимаете? Не просто закупить товар, и чтобы он лежал. Потом он копился и делал негативно. Вот как можно сделать 100 баллов двумя путями? Первый — это, вот знаете, мы работали в азиатской стране, да? Вот в том же Узбекистане. И нас очень здорово, вот образ базара, он просто вот научил нас, вот где вообще людей брать. Образ базара, потом образ свадьбы. Вот я вообще еще про образы хотела вам рассказать. И вот что делает образ свадьбы? У них самая маленькая свадьба — это 500 человек. Самая большая свадьба — это 3000 человек. Средняя свадьба — полторы-две тысячи человек. Это средняя, да? И вот я говорю, вот представьте, вот давайте с вами подумаем. Кто же пишет список на свадьбу? А как мы с семьей? Я говорю, давайте возьму самую маленькую, 500 человек. Из 500 человек что-то? Подсоединяйте. Это наше слово второе. Хорошо. Значит, я говорю, давайте так посмотрим, кто же вот эти люди, да? Среди 500 есть зеленые живые? Шесть или их нет? Или хотя бы те купятся. Или хотя бы кто-то вот так, вот именно... Это кто такие зеленые? Это активные, да? Которые как кацам. Помните, я говорю, иду падай, если там раков продают. Вчера были, ну, очень крупные. По пять, сегодня, правда, мельче. А я все говорю, по семь, ребята, по семь. Это значит, какой должен быть человек? Коммуникабельный, да? Это должен быть человек активный. Человек, который влияет на людей. Вот это лидер, да? Мечта есть. А вот, а? Мечта и цель есть. Есть мечта и цель у этого человека. И он активный очень человек, да? Вот это зеленый. Вот давайте, это будет наш зеленый. Вот он, зеленый человек. Мы ему говорим, твоя задача научиться делать 100 баллов. Два пути, как я сказала. Родственников много. Родственники очень любят покупать. Но безумно они любят, когда мы их продаем. Они говорят, да, ты на мне наживаешься, ты на мне спекулируешь, а родственные, там, связи огромные. Я говорю, хорошо, придите, продемонстрируйте, как работает наше средство для духовок и печенья. Мы там делали, знаете, как казан. Их закопченные казаны, и мы там орошены. Серебряная получается, да? И все падают в обморок от этой продукции. А у нас всего было 5 продуктов. И на этих 5 продуктах сделали 7 директоров в один месяц. 7 продуктов, 7 директоров. И всего навсего. И вот, вы представляете, продемонстрировали. Человек все понимает. Вся родня купит, да? А вот, и, знаете, еще вот, ну, можно позволить только родне. Со скидкой со своим, да? Ну, чтобы не нарушить этику консультанта. Консультанта, остальным людям, конечно, если у тебя есть 5, достаточно 5 клиентов уметь, чтобы организовать эти 100 баллов. Организовать. Вот у меня, например, нет проблем с этим вопросом. У меня 3 семьи, которым все время что-то надо, которым всю дорогу что-то заканчивается, и поэтому у нас проблем нет со 100 баллами. У меня это в крови. Вот знаете, мне не надо иной раз делать. А я не могу. Ну, как это я 100 баллов не буду делать? Раз я людей учу, я научилась сама. Теперь смотрите, научилась. Вот самый главный оказался первый шаг. Он почему-то оказался самый трудный. Потому что, бывает, люди приходят из тех компаний, где бинары, им не надо каждый месяц делать активность, и для них это негативно. А вот не хотят включить мозги и организовать этот вопрос. Второй шаг. Пригласить в бизнес 6 зеленых, но очень активных, которых по 7. Понятно, да? Вот я. Смотрите, 6 человек. И каждого из них, вот, а как же их пригласить? Вот вы скажете. Просто сказала вот ерунду. Пригласите 6 человек. Правильно вы подумаете? Вот я всегда человеку своему, с которым начинаю работать, говорю так. Вот скажи, у тебя есть институтская подружка или, может быть, кто-то там знакомый. Ну, вот опять же, из разряда свадьбы. Очень такой, кому не кабельный, очень такой живой, очень энергичный человек. Она говорит, ну, конечно, есть. Я говорю, давай так. Ты пригласи ее на чашечку кофе. Это система начинается. Система встреча один на один. С нее начинается бизнес. Не спонсор с вами идет, а вы лично идете к человеку. Ни звука о компании, ни одного звука о компании. Вы просто говорите о жизни. Вы спрашиваете, как ты живешь, какая у тебя семья, что ты делаешь, какие у тебя детки. Ты, наверное, хорошо зарабатываешь, нынче в школе хорошо платят и так далее, и так далее. Она вам все расскажет. И потом как будто и поймете, вы тут поймете, ищет ли она дополнительный доход. Или, может быть, она в корне хочет в жизни поменять. Но вы как бы между делом, как Том Шрайтер, скажете, ты знаешь, я знаю, но мы когда-нибудь, может быть, с тобой сходим, и ты послушаешь о возможностях, но это будет потом. Официант, принесите нам кофе или чай. И мы таким образом человека заинтриговали. Непременно позвонить сама. Непременно она пересбит с этой мыслью и поймет, что вы что-то знаете и не договариваете. И второй шаг нашей, вернее, в ступень, как правильно? Пригласите по одному вопросу. Вот это. Следующая встреча 2 на 1. Что это за встреча? Вы приводите к спонсору. В данном случае вы новичок. Вы временно еще не знаете, что говорить. Вы временно не имеете уверенности, и вы временно не горите. А ваш спонсор весь вспылает, весь сверкает. Он сверкает от того, что он уверен, где он работает. И он так даст информацию человеку, а вы в это время на практике обучаетесь. Мы вот так, почему мы так делаем директоров? Мы только на практике обучаем. Никакой теории. Вот сел рядом и слушай. Я делаю презентацию человеку, да, ему новичку. Я даю ему задание. Я сначала вообще с человеком поговорила, конечно, о жизни. Есть ли у него цели какие-то? Что он хочет сделать? Да, 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 давай, ласточка расскажем. Можно пригласить человека, если вы просто разговариваете о жизни. Правильно, сначала о жизни. Я пригласила. Я же вам рассказываю, вы прослушали. Когда она сидела в кафе, она говорила о жизни. Но между делом она крючочком вот так зацепила, который вы ее слышали. Вот этим крючочком она сказала, а я знаю, где можно зарабатывать. Но об этом потом. И решить твои проблемы. Вот это как раз она и подцепила. Может, чем надо делать? А здравствуй, моя хорошая Марина, милая. Я так рада. Я нашла твой телефон. Мы с тобой 150 лет не виделись. Я так хочу тебя увидеть. Ну, не по бизнесу же говорить. Вы же сразу отвращение. Она сразу поймет, что вам от нее что-то надо. Вот знаете, у меня был мастер-класс в этом, в Розном. Я человек, человек пришел, который продает лет 20. Продает и продает в 33 компаниях. И ни разу никого не подписала. Я говорю, слушай, пойдем на мастер-класс. Мы с ней вышли на базар и стали рекрутированием заниматься. Но первый шаг был такой. Мы заходим в модуль, там где бутик какой-то очередной. И я говорю, значит, сначала ты показываешь, как ты это будешь делать. Она заходит, ребята, вот вы хотите мне верьте, хотите мне верьте. Она вот так вот заходит в бутик, через порог не переступает. И вот так вот вперед катала, кричит, Соберлинг. Я вот так назад, эти тетки попадали просто в кресло, вот так упали все. И вот так. А я, знаете, ну как выйти из этой ситуации? Я говорю, так, дубль два. Простите, мы учимся. Девочки, не обращайте на нас внимания. Давай зайдем в бутик, посмотрим. Мы зашли. Я говорю, посмотрите, я ей говорю, Саняточка, посмотри, моя ласточка, какая тут красивая одежда. Девочки наверняка все из Италии. А я говорю, ну конечно, у них там все только итальянское. Вот, я говорю, давай с тобой посмотрим. Ай, какая шубка, прям точно для тебя. А вот ты посмотри, тут вот это, а тут вот это. Я говорю, Санятка, значит так. Получаем премию с тобой через полгода и покупаем вот эту шубу. Она такая бедненько одета женщина, но она всю жизнь с этими сумками берет. И она даже никогда ни в одной компании не была подписана, потому что ее эксплуатируют баллы, делают там. Она делает кому-то баллы. Ну тут там так, Кавказ есть нормально, там все так. Вот, и знаете, и вот это вот, вот это вот Фаберлик, да, и она, и ведь многие вот так делают, ребята. Мы же людей пугаем, мы же распугали уже всех подряд, потому что люди, потому что они слышали Фаберлик, но у них предвзятое мнение. Любой компании испугать можно. Они не знают Фаберлик, но у них уже вот это вот отторжение от назойных ух. Каждая заходит и вот так вот в офисе, да, или еще куда-то. И вот мы с ней пошли дальше, зашли в другой. Я говорю, Саняточка, посмотри, какие сумки. Заговорились женщины, она нас посадила пить чай. Я говорю, милая, какие же у вас замечательные сумочки. Вы сама вот здесь из Италии. Мы говорим о жизни, деточка, о жизни, моя хорошая. Вот и потом, когда вот уже, вот мы прошли с ней целый модуль, за нами увязались 35 человек. И говорят, слушайте, вот мы не можем понять, как она может купить шум. У вас что, зарабатывают? Правда, хорошо? Девочки, ну это как посмотреть? Это смотря, что вам надо. Вот и мы и тут начинает завязываться разговор. Почему на базаре? Да, потому что предприниматели, у них уже мозги на месте стоят. Понимаете? Они понимают, сколько им надо вложить денег. А мы рассказываем альтернативу, что не надо вкладывать столько денег. Достаточно 10 тысяч в обороте. Но это люди предприимчивые. Да еще калказская национальность. И там такой темперамент, там продадут, что хочешь, приведут, кого хочешь. И вообще, что хочешь, что и сделают. Только понять им выгоду. Вы понимаете? Самое главное – показать людям выгоду. Их выгоду, а не вашу. Как часто у нас бывает, хоть бы подписался, потому что мне надо директора еще одного. Хоть бы подписался. Не работает это, ребята. Это не работает. Вот когда вы поймете, что вы хотите дать человеку, что вы рады будете ему успеху, вот только тогда это заработает, это закон. Теперь смотрите. Второй шаг. Первый отработали, научились делать 100 баллов, да? Потом позвали 6 зеленых. 6. Для кого-то может это много? Ребята, можно напополам разделить? 3. Вот можно. 3. Оптимально, абсолютно. Для нового человека 3 нормально. Вот или 6 и научить каждого по 100. Ну, стремиться надо к 6. У нас у самих, вот мы всегда приезжаем и ищем 6. Всегда. Да, мы в чужом городе, никого не знаем. У нас есть опыт. Мы подписывать не подписываем тучами людей. Я бы могла там уже 150 человек подписать. Мы подписали только 4 человека. Но каких? За 3 месяца. Но каких? Понимаете, вот это понятно, Саша. У нас уже вице-директор там есть. Поэтик. Смотрите. Вот дело в том, что, вот пусть будет даже 3, да? Ну, допустим, тут 6. Каждого научили делать 100 баллов. И это отборные зеленые на бизнес. Здесь нет ни одного человека на потребление. Нет. Почему у многих получается бизнес-тарелка, как у меня было? А потому что как позвали, то и получаете. Мы же, как правило, всегда отказываем на скидку. А вот со скидкой и на продукт. Ребят, ну и получаете клиентов со скидкой, консультантов со скидкой. А если вы будете звать людей на бизнес, вы получите команду лидера. Понимаете? Дальше дубликация полная. Смотрите. Вот каждый ваш лидер сделал по 100-600 баллов. А третий шаг – полная дубликация вас. 6 человек. Пригласили своим 6 человек. Это уже 36. И каждый точно так, как вы сделал по 100. Это 3600. Да 100 и 600 – 4300. И у человека доход 30 с лишним тысяч. 36 тысяч я посчитала. Быстро любой бизнесмен придет. Если вы покажете простоту и скорость. Но самое главное, чтобы эти люди вели тех людей. А вы помогаете отбирать. Зеленые это или не зеленые. На вот этой встрече 2 на 1. Вот на этой встрече 2 на 1 вы уже видите. Что это за человек? Но самый главный тест, знаете какой? Ведет ли он людей? Идут ли на него люди? И каких людей он ведет? Вот это самое главное. Понимаете? И начинается геометрическая прогрессия. Самое главное, чтобы у вас вот получилось так вот. Вы пригласили человека, да? Своих 6 человек. А каждый из них уже своих 6. Уже по 700 баллов в каждой структуре. Понимаете? Это все надо, ну понятно, все это сесть и посчитать. Как это все в принципе получается. И это, вот мы всегда ставим задачу минимум-максимум. Максимум это должно на 4-м шаре, там будет уже 6 директоров. Минимум-директоров. Вот. Происходит, все это происходит вот таким образом. Больше всего времени у нас уходит вот при этом подходе. Когда мы делаем 20, там быстрого число. А вот сейчас, когда 100, почему мы делаем? Потому что человек, который делает 100, вот имеет, ну все подъезды. Ну, вип-консультант, приучить быть сразу. Ты пришел на бизнес, будь любезен, 100 баллов. Быстрый старт. Не меньше. Понимаете, чтобы быстрый старт, чтобы получил человек. Вот мы нацеливаем сразу. Чтобы человек прошел, быстрый старт, чтобы он получил, так сказать, сколько сейчас? 270 тысяч. Чтобы, если он пришел на бизнес, почему он это тоже выпускает? Теперь смотрите. Два разных результата. Один человек зовет подряд всех, да? Вот давайте посмотрим. Второй как с красными вареными. Второй человек зовет только отборных и на бизнес. Теперь смотрим. Заканчивается месяц. Вот там, где вареные. Как вы думаете, гарантия есть, что они будут директорскому возбудить? Хромоздулька слева, понимаете? А справа что получается? А справа отборные на бизнес. Ему надо делать крови с носа, 100 баллов уже без вас. Он это знает. Крови уже воспиталась. Он их будет делать. И под ним люди, которые отборные на бизнес, они тоже будут делать. И у вас не то, что упадет. У вас каждый месяц будут расти директора. Вы это понимаете? Есть еще в системе следующий момент. Вот встреча один на один в кафе. Деточка о жизни. Поняла только о жизни. И крючочек маленький. Второй шаг, это когда два на один со спонсором. Он открывает глаза на бизнес. Знаете, что я говорю? Хотите? Я вот, извините, но, Свет, я вот так сразу говорю. Вы, бриллиантовый директор, запомните это. Это вот просто слово. Вы, бриллиантовый директор. Я просто серьезно говорю. Вы, бриллиантовый директор. И я вам сейчас расскажу, что же это, почему и как. Особенно, смотрите, если мы же зовем людей из других компаний. Ребята, если мы начнем тягомотиной заниматься и рассказывать про 3%, «Ой, ненавижу эту лестницу, вот эту вот хромоздульку эту». 180 рублей, плюнет и пойдет, скажет, вы куда меня позвали? Я бизнесмен, 180 рублей, вы с ума что бы сошли? Хотя мы говорим, да вначале тут мало, а потом много и так далее. Люди неубедительно. Это неубедительно, понимаете? Бизнесмену и лидеру с мышлением надо показать сразу, что он может иметь в первый месяц. Показать вот эти шаги, показать директорский уровень, как провешу точный уровень, а вообще цель бриллиантовый директор за год. И следующие виды дохода. Да, и 6 видов дохода, 7. Мы показываем 7 видов дохода, продиктую. Значит, первый вид дохода – это от личной группы. То есть, понятно, да, я всегда говорю, до 23-23% от дохода. А давайте с вами проанализируем, мои ласточки. Какой в основном у нас, у лидеров дохода? У всех от этой личной группы и все. А глубины – нема. Правильно? Вот. Теперь смотрите, что дальше интересно. Вот этот доход. Теперь второй вид дохода. Второй вид дохода у нас есть роскошный, быстрый старт. Это такая роскошь, которую необходимо показать лидеру, который действительно увидит это, понимаете? Увидит деньги. 270 тысяч сразу. Третий вид дохода – как авторское вознаграждение по жизни на 5% от директоров первого уровня и всей глубины. Это же очень солидные деньги. И стабильные деньги. Четвертый вид дохода – не забудьте про материнский бонус. Это тоже вид дохода. Дальше, Саша, что я забыла? Дальше идет у нас бонус стабильности. Бонус стабильности – это, вы знаете, в цифрах от 11 тысяч до 44 тысяч. Но что хочу вам сказать, мои ласточки. Вот наш господин Нечаев, президент наш, да, вот он очень мудро построил бизнес. И он, знаете, всегда говорит как? Вот я ценю рост, а не стабильность. И поэтому именно вот бонус стабильности, хоть у нас кому-то кажется, это и большие деньги, но это на том фоне, который имеет бонус развития – это копейки, ребята. А вот развитие, вот это сейчас, я о нем говорю, развитие – вот зачем мы должны быть бриллиантовым директором. Вот зачем надо 6 человек приложать в бизнес, и не меньше. Стараться 6, чтобы каждый стал директором, соответственно, вы становитесь бриллиантовым директором. И каждый 14-й каталог Марина Шкуланова вам начисляет сумасшедшую премию, за которую можно купить сразу автомобиль, за которую можно сразу купить квартиру. Вы понимаете, мои хорошие? Это бонус, вот этот бонус развития. И, конечно же, есть наша лестница, роскошная лестница успеха. Это по статусам от 55 тысяч рублей до 55 миллионов рублей. Вот это надо показать масштаб бизнеса. Понимаете, для чего лидер нужен? Лидер нужен, который… Лидер – спонсор, человек, который показывает видение и масштаб. Понимаете, человек пришел сам, и по этой таблице, вот эта хромостулька, забодался 180 рублей получать и сказал, плевать, я хотел на ваши копейки, и я ушел. Но когда вот мы работаем, почему мы выезжаем? Потому что мы там сосредотачиваемся, мы не можем дома это, понимаете? Ну не получается. Надо обязательно уехать там куда-то, хотя бы в другой город, чтобы сосредоточиться, сфокусироваться. Мы тогда четко занимаемся поиском. И начинаем с этим человеком, и говорим, вы бриллиант. Потом он приводит своих людей. И если я вижу, что это отборные, они ведут людей, я говорю, вы бриллиант. И до пятой глубины каждый заряжен на бриллиантового директора. Пусть бриллиантовый не получится, но директора сто процентов. Сто процентов. И как удержать структуру? Как ее удержать, моя хорошая? Только глубиной. Только глубиной. Другого секрета не существует. Кто-то нянчается, сутками звонит, уговаривает. Да делай ты моя хорошая. Да ты же у меня замечательная. И человек не понимает, что это его собственный бизнес, понимаете? Человек должен понимать, это мой бизнес, я ответственная. Как мы делаем? Мы с первого дня воспитываем чувство ответственности. Вот, например, сейчас у нас есть там лидер, который вышел на 15 процентов. Да? И я смотрю, говорю, вот ты каждую неделю анализируй. Ты скажешь, а каждый день смотри за своим бизнесом. Но каждую неделю анализируй непроплаченные заказы. Подтяни немножко, подтяни, да? Чтобы не на последний день, что у тебя результат. У тебя каждый месяц должен быть лучший результат. Человек с нуля пришел. Вы понимаете? И смотрю, последний день. А у нее лично не хватает до 50 баллов. А ведь знают. Принципиально. Вот прям, знаете, вот все, меня прям колбасит, меня прямо чешет. Я не могу выносить, прям хочу позвонить и сказать, ты с ума что ли сошла? Ты что сидишь? А потом думаю, да не может такого быть. Она знает. Пролетает, как фанера над Парижем. А я говорю, так, давай разберемся, кто виноват. Я тебе говорила, следить надо. Да, да. Как? А я уверена была, что мне посадят. А там знаете, что произошло? На складе забыла посадить баллы. А она ей не позвонила. Понимаете? И не предупредила. Вот эта ошибка, пусть она хоть раз ее сделает. Вот эта ошибка научила ее раз и на всю жизнь. Что она ответственна за свой бизнес. И она должна контролировать эту ситуацию, а не спонсор. Няньке здесь нельзя. Нянька здесь не прокатывает. Это не тот вариант вообще. Понимаете? Поэтому с первого дня, если вы хотите иметь самостоятельного лидера, пусть на своих ошибках учатся. Пусть падает, пусть набивает шишки сам. И потом понимает, он это сделал сам. А спонсор, он информационный спонсор, да. Хожу с ними на мастер-классы. То есть хожу, вернее, с ними учу, как рекрутировать, да. Вот отбираю с ними людей. Людям всем свою энергию даю, внушаю. Ты бриллиантовый директор. И так далее, и так далее. И если это действительно вот такая структура, никогда в жизни не упадет в бизнес. Никогда. Давай я добавлю. Вот три вида мотивации в нашем бизнесе, которые надо закладывать вместе со структурой. Значит, вот первый вид мотивации перед вами. Это мотивация сверху. Это семинары, это наши все, все, что дает компания, все, что дает спонсор, это мотивация сверху. И ее мало. И ее хватает не на много. Потому что эта мотивация, ну, поднимает человека. Да, человек может что-то там услышать и так далее. Вот, но самая реальная мотивация, еще один момент мотивации, есть, которая в структуре заложена. Вот мы это используем с первого дня, как мы вместе начали работать. Первое, мы никогда не подписываем только одного человека. Мы обязательно хотя бы два. Чтобы была сбоку мотивация. Вот, но лучше три, лучше четыре. В идеале шесть. То есть, если мы шесть человек подписали, все, готовы, выполнили свою программу в этом регионе. Дальше смотрим, кто из них развивается. То есть, кто ведет людей? Должно быть, с этим человеком работаем. Но обязательно из них кто-то проявится. Два обязательно проявятся. Вот с ними мы работаем. Работаем с тем, кто работает. Вот, значит, это второй вид мотивации. Все время они друг друга мотивируют. То есть, один все равно развивается быстрее. И он мотивирует того, кто ведет. Вот, это второй вид мотивации. Третий вид мотивации. Почему мы работаем до четвертого уровня. И чем глубже человек начал активно работать, тем, ну, все внимание моему. Мы не уделяем первому, второму, третьему. Вот, чем глубже человек, тем больше. Все. Этот человек будет мотивирован. Потому что есть психология. Страх желаний и страх. Человеку движут. Так вот, страх всегда синий. Страх потерять. Когда по человеку директор. И он знает, что он от него получает пять процентов. И ему надо делать, там, две тысячи или несколько. Все. Мы это столько раз переживали уже в своей жизни. И столько раз это делали. То есть, четвертого, пятого уровня делаем директор. Все, кто над ними, становятся директором за месяц. До этого они не могли, все эти люди не могли делать директорство. Тут они делают директор. Они становятся, у нас буквально четыре-пять директоров. Буквально за месяц, за несколько минут. Один под одним. Один под одним. Еще, смотрите, еще в системе есть такой момент, как групповые встречи. Групповые встречи не для того, чтобы провести презентацию незнакомым людям. Ни одного незнакомого человека на эту презентацию мы не приводим. Приходят те, кто прошел встречи один на один и два на один. Что на этом мероприятии проходит? Еще раз презентация. И, конечно же, есть еще более побольше мероприятий. Раз в месяц это подведение итогов. Где каждый выходит, рассказывает свою историю. А история самый продаваемый продукт в нашем бизнесе. Человек рассказывает, вот я пришел только вчера, там или там месяц назад. Я уже директор. А как тебе это удалось? Ты же действительно с нуля. Вы знаете, мы хотели бы улыбнуть, как было. У нас Лена такая спокойная очень, да? А девчонки другие вроде живые были. Они говорят, ну если она сделает, то уж точно сделает. И все смотрели и думали, что же. Или она сделала. Понимаете? Нет, система работает. Работает система сама за себя. Самое главное в это поверить и правильно делать. Теперь смотрите, как же делегировать полномочия. К примеру, вот у вас есть группа, вы там проводили. Она на практике учится. Помните, я говорила? Она на практике учится. Она слушает, как ты ведешь. И однажды я говорю, ой, солнышко, я опаздываю. Ты, извини, сама я не опоздала. Я уже там и смотрю со стороны. Ты начинай презентацию, потому что я скоро подойду. А я как же? А кто знает правильно или нет? Начинай. И вот так вот, таким образом делегируется полномочия. У меня каждый лидер проводит сам. Вот однажды уже групповая встреча. Казалось бы, полный зал людей в Волгограде. Через неделю 70 человек по геометрической прогрессии сидят. И я провожу. И вдруг я делаю вид, как будто меня кто-то вызывает. Москва по телефону. Я, ой, это, Валечка, продолжай мое солнышко, я сейчас вернусь. И она начинает вынуждена. Куда деваться? И она продолжает. Вот таким образом бросаю и учу плавать. Бросаю воду и учу плавать. И они самостоятельны. Почему сегодня никто не звонит? Проблем нет. Они обучены в первые дни. Как правильно? Что надо делать? И все. За месяц полностью обученные люди. Поверьте мне. Эта система работает. Мы, знаете, в Инфинум доказывали всем, что это работает. Многие говорят, быть такого не может. До сих пор так. Здесь теперь всем рассказываем. Ребят, ну попробуйте. Ну попробуйте. Работает. Теперь смотрите, как же пригласить из другой компании, да? Я, знаете, в Узбекистане... Света, я знаю, я уже все, последняя. Как ты? Я же такая, не оторвуешься. Обедать не будем. Обедать не будете? Мы духом сцепим. Мы за вами ехали. Понятно. И вот смотрите, мои ласточки, вот что хочу вам сказать. Как же из другой компании пригласить? Прежде чем пригласить человека из другой компании, вы должны тщательно подойти к этому вопросу. Вы должны тщательно изучить эту компанию. До мелочей. И знать наши преимущества. Но человеком, при встрече с человеком так рассказать, не обижая его компанию, не хая его компанию, ни в коем случае ничего плохого. Абсолютно. Но сказать так, чтобы нажать на те кнопочки, которые явно на него подействуют. То, что есть у нас, да? И то, чего нет у них. Теперь дальше. Вот знаете, у меня был такой... А? Как это практически? Практически. Вот у меня был такой случай. Я, значит, в Узбекистане работаю мы. И, Иркина, напиши людям объявление в газету. Написала. Начали звонить. А я знаете, как написала? Думаю, ну вот там нельзя писать, это, сетевая компания. Нельзя. А то посадят. Я пишу, значит. Предлагаю легальный бизнес Людмила из Москвы. Как повалились знакомые звонки. Гастарбайтеры звонят. Да мы такие хорошие. Да возьмите нас. Все, я уже хотела телефон менять. Уже все псих накрыл, лежу уже, и какая друг звонок. Здрасте, здрасте. И вот, знаете, стала говорить человекам, а уже такая злая, уже мне, даже я злая, уже понимаете, уже все, довели. Уезжаю. Уезжать хочу уже, все, сорвалась. Спасибо, Саша, уравновешивая. И вдруг женщина у меня спрашивает. А вы какую компанию хотите представить? И я, знаете, такой, да какая разница, я ей так. Она, как вы так? Я говорю, да я уже бренд давно сама. А как получилось, вот когда мы в Екатеринбурге были, вот первое объединение, и мы приехали сюда. И приехала Суфья Атласова. И она приехала нас поддержать морально, на самом деле. И она мне говорит, Люда, запомни одну вещь. Ты уже давно бренд. Все. Не важно, понимаешь, вот это, скажи себе, и все не важно. Вот ты бренд, вот это состояние. Ты бренд, ты представляешь достойно компанию. И вы знаете, и вот я говорю, да я уже сама давно бренд, вы знаете. И я говорю, она говорит, так мы можем завтра встречать? Мне интересно с брендом. А я так говорю, вы знаете, нет. Он говорит, как нет? Я говорю, я завтра уже в Самарканд. А меня Эркин попросил к его друзьям поехать в Самарканд провести там тренинг. Мне же делать нечего, пока консультантом не подписал, поэтому хоть другу помогу. И вы знаете, я говорю, ну единственное, что я могу сделать, это правда, вас пригласить на свой тренинг. Вот у меня такого-то честна, если вы придете, буду рада. Если вам понравится, подойдите. Не понравится, можете спокойно идти, ничего страшного. И она пришла. Я провела тренинг, она ко мне подходит и говорит, мне знаете, все равно действительно, мне нет разницы, где вы работаете. А раньше, она из другой компании, у нее было предзатые отношения. Вот понимаете, как вот люди как? Вот как мы вот, арифы, ой, арифы, да? У нас же предзатые отношения, мы даже не вникаем. А ой, мы, арифы, мы даже не вникаем, понимаете? И точно так про нас тоже говорят, фу, там, поберли. Не вникают люди. А это предзятые мнения, которые не играют никакой роли. И вот когда ты бренд, ты, знаете, есть у Атласа вот такой тренер Васильев. И он всегда так говорит, засосала спонсором. Вот такое выражение, да? И вот пошел человек, а вот люди идут на нас. Понимаете? Прежде всего идут на нас. Вот как моя песня вошла, как матрилюка. Наш опыт, вот в Узбекистане сейчас, вот здесь, мы работаем тоже, вот на рынке, где мы работаем с людьми, которые в сетевом рынке идут. И которые сейчас, вот в этот кризис, то же самое испытывают, что когда-то в Монголии мы идти. Вот мы никогда не говорим, с какой, какую компанию мы представляем. Мы говорим, мы, ваши коллеги. Мы работаем в одном бизнесе. Мы работаем в одной индустрии, которую мы избрали как путь к своей цели. А вот давайте поговорим о жизни, о возможностях, которые вы знаете, которые мы. Давайте поделимся. То есть не надо это выносить. Вот в Узбекистане какая ситуация была? Когда они приняли решение, то были лидеры, да? Значит, они нас попросили, пожалуйста, не называйте компанию, если вы будете с наших лидерами сейчас. Пока, пока. И не хвалите продукцию. Не дай бог вы что-то о продукции скажете хорошей о своей. Все. И вот мы должны были пройти как ссыла Хариба, да? Значит, и не туда, и не сюда. Но нужно было людей чем-то же привлечь. Поэтому первое... Только бизнесом. Только бизнесом. Ну, первое это сомнение. Только бизнесом. Вот если начнете про продукт, это наш опыт. Ребята, все. Они же не знают наш замечательный, потрясающий продукт. И у них предвзятое. Они не знают, у них предвзятое просто мнение. И у них предвзятое просто мнение. Вот и у нас сидит, понимаете? И потом смотрите, что надо говорить другим людям. Вот смотрите, как только вы пригласили кого-то. Ну, давайте своими именами, Арифлейм, к примеру, да? Уже извините, я неприлично, но я так буду говорить. Вот смотрите, у них одна продукция, одна бога. У них только косметик. Вот мы сейчас работаем с Арифлеймщиками в Розно. Нас несколько директоров пришло с Арифлеймом. Чем мы их взяли, ребята? Ну, во-первых, нашим быстрым стартом. Мусорщина сначала бизнес показала, вообще сразу. Вот эти наши корзины, потому что у них их нет. Когда, ну, вы понимаете, о чем речь? Вот когда 5% и вот это корзины, да? Потом дальше. У меня нет электро, все на немедленно. Бонус там развития. Потом там я показала 6 видов дохода. И нашу потрясающую продукцию для дома. Если бы я показала косметику, они бы не слышали. Они бы не слушали. У них еще хуже было бы состояние, потому что они любят свое. А этого у них нет, ребята. Потом дальше. А я показала, какое белье. А я показала, какая детская одежда. А детская одежда на повал азиатов сбивает. Потому что у них по 10 детей. Они должны их одевать и красиво. И так дешево, и так необыкновенно. Вот это работает. Вы понимаете, вот это работает. Другой совершенно продукт. И я вот думаю, ну, какой косе к ним подъехать? Сначала, а я когда открываю только детский каталог, и они все наши. Я только открываю детский каталог или продукцию для дома. Понимаете? А это, говорю, у вас и так свое есть, как бы. Да? Вы поняли как? Как? Как Шрайкер. А у вас и так своя косметика есть. А когда они попробовали нашу косметику, они говорят, что ж ты, Люда, молчала? У вас же бомба. Я говорю, правда? Они говорят, ну, конечно. Я хотела, чтобы вы сами до этого дошли. Дальше. Мы река и возьмем компанию. Вы знаете, что там очень жесткие условия. Безумно, да? Там, если директор, ты стал и не дай бог на следующий месяц не подтвердил, ты раз и на всю жизнь структуру теряешь. Она уходит выше стоящему спонсору. И первое, что я говорю, у нас с вами есть сберкнижка. Наша компания, это как сберкнижка. У вас всегда, даже если вы не сделали директорскую, вы получите меньше, да, 19%, но все равно ваш бизнес сохранен. Вот это самое главное для барьеры. И опять же, не косметика. Не косметика. Главное, моющие наши все остальные вещи. И последнее, что я хотела сказать. Вот образы. Как же работают образы? Вот вообще всегда создавайте себе образ. Я как творческий человек это делаю. Мне тогда легче. Мне, например, было всегда трудно звонить. Вот я, знаете, вот мне легче с человеком запросто заговорить. Он меня видит, я его вижу. Я там шутками, припаутками и привлекла внимание. А по телефону как-то, ну вот я боялась. Мне комплекс сидел. Я стеснялась, что у меня грубый голос. Думаю, что ты что подумаешь там. Ну вот так было. И вот я, знаете что, однажды лечу в самолете. Из Владивостока в Москву. И смотрю, роскошный лайнер и потрясающе красивая бортпроводница. И она идет по салону и выполняет свою работу достойно. Она улыбается. Кофе, чай, кофе. Она же выполняет свою работу. Или кому-то водичку, да? А кто-то говорит, меня тошнит. Она достает любезно пакетик. И тоже улыбается. И тоже дает, да? И вот я наблюдала за ней и думаю, посмотри, как в нашем бизнесе. Мы же предлагаем роскошный кофе, грубо говоря, роскошный чай. А кого тошнит, ну попить пакетик. Ну назад же будет идти, а он уже пить захочет. Точно чай попросит. Или воду, или кофе. В конце концов, попить захочет точно. И ситуация интересная получается. Я приезжаю домой и знаю, что одного лидера тошнит от сетевого бизнеса. Я ей звоню, здрасте, здрасте. Я, Людмила, я вас знаю, я слежу за вашим успехом. Я ей просто вот, она, ну меня тошнит. Я говорю, значит, вам пакетик. Она не поняла, какой пакетик. Я говорю, ой, я тебе что не сказала, я же давно проводницей работаю. Она вот такая, я говорю, стюардница, представь себе, да. Иду по ларию, кому-то чай, кому-то кофе. А тошнит я пакетик, а что тут такого? А я знала, человек амбициозный. Люда, почему мне пакетик? Я говорю, потому что тебя тошнит. Она, слушай, тут она не хотела встречаться. Я сейчас к тебе приеду, я хочу с тобой разобраться. Мне-то почему пакетик? А я говорю, потому что тебя тошнит. И я обязана тебе его дать. Ну, может быть, захочешь, потом разберемся. Понимаете, вот такие вот образы. Я всегда себе придумала. У меня и тысячи разных. И королева, и остальное, и все. И вот тоже творческий процесс должен быть. И потом всегда что-то новое надо предпринимать в бизнесе. Постоянно что-то новое. Мы все время с нашей изобретаем. Мы постоянно что-то изобретаем, какие-то изюминки вот этих вставляем в свой бизнес. И это дает вот такой результат. Ну, мы считаем, что это результат. Благодарим вас. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ